В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день от COVID-19 привились более 110 тысяч жителей Верхней Волжи. В областной столице прививка и вовсе стала еще доступнее. Уколоть спутник ВИ теперь можно, идя за покупками в крупный торговый центр. Массовая вакцинация в России, в том числе и в Тверской области, стартовала в январе этого года. И спустя столько месяцев споры о ее необходимости не утихают. Одни поддерживают и прививаются, другие еще сомневаются, третьи вообще открещиваются. Наша съемочная группа вышла на улицы города и пообщалась с жителями областной столицы. Граждане поделились своими мнениями. Аргументов «за» оказалось все же больше. Надо беречь и свое здоровье, всех окружающих. И очень возмущаюсь, что нас мало. У меня и сын вакцинировался. Самое главное, внучки приедут на все лето. Надо с ними. Они живут в Москве. В общем, вы понимаете, что это необходимость, чтобы нам, всей стране, избавиться от этой заразы. Бываю за границей, поэтому решил, чтобы не было проблем с вылетом. Первая прививка, температура. Но через два дня все прошло. Некоторые жители Верхневолжья еще живут надеждой на то, что молодой и сильный организм справится с опасной инфекцией сам. Ну как-то хочется подверять своему организму, понять, вообще нужно мне это, не нужно. Пока еще не определилось. Однако те, кто на собственной шкуре испытал все прелести коронавируса, совершенно другого мнения. Еще раз возвращаться в стены инфекционного госпиталя, никто из запрошенных бывших пациентов с желанием явно не горит. Мы переболели. А планируете в дальнейшем вакцинироваться? Да, потому что мы посмотрели на прелести болезни. Хотим перестраховаться. А как перенесли? Лежали в больнице, достаточно тяжело. Но, по моему мнению, нужно прививаться. Нужно обезопасить и себя, и окружающих. Потому что недавно переболел, но выжду время и вакцинируюсь. Вдруг заболеем снова. Лучше бы вовремя вакцинировались, в один голос заявляют выходцы из инфекционных госпиталей. Того же мнения и сами медики. Надежда на молодость и, казалось бы, крепкий иммунитет очень хрупка. Пациентов в возрасте до 30 лет с тяжелым течением хватает. И не обязательно у них имеются в анамнезе какие-либо хронические заболевания. Тем более, проявиться сейчас стало гораздо проще. Например, вакцинальные кабинеты теперь работают в двух торговых центрах. По средам с 14 часов до 18 и по субботам с 10 до 14 в торговом парке номер один. Ежедневно можно уколоть спутник ВИ и в рубине с 13 до 19 часов. Записываться не обязательно. Достаточно иметь при себе СНИЛС, паспорт и медицинский полис. Всего в регионе продолжают работать 38 прививочных пунктов. И около 5000 желающих привили, например, в Калининской ЦРКБ. Все закрыто. Не будем показывать, конечно, там все. По программе у нас в БАРС мы вписываем всех пациентов. Все пишем обязательно. Все сохраняем. Чтобы мы в нормальной жизни дальше существовали, конечно, нужно, чтобы люди вакцинировались. Причем важно, что пациент не обязательно должен быть прикреплен к Калининскому району. Он может проживать в любом месте нашего региона и даже из другого региона, но может вакцинироваться здесь. Как работают вакцинальные кабинеты в выходные дни, можно посмотреть на сайте регионального Минздрава. Кабинет при Калининской районной больнице будет работать все праздничные дни. С 1 мая по 3 с 8 до 13 часов, с 4 по 7 мая в штатном режиме с 8 до 17. И с 8 по 10 снова с 8 утра и до часу дня. С 4 по 7 будут работать мобильные прививочные бригады. Планируется приведить жителей Тургинова, Никулия, Новосильевского, Мхая и Мауса. Но жителям этих населенных пунктов необходимо записаться заранее через регистратуру ЦРКБ. В выходной день хорошая пора для вакцинации. Записываться заранее в любое удобное учреждение желательно, чтобы медперсонал успел подготовить нужное количество доз. Сделать это можно по телефонам регистратур больниц по номеру 122, портал госуслуг или электронную регистратуру.